Дорогие женщины, дорогие дамы, леди и девушки, сегодня 3 октября мы здесь, в этом прекрасном зале, который вы видите за мной. Мы сегодня проводим мастер-класс на тему «Как быть красивой женщиной в 21 веке». Сегодня наш спикер Татьяна Конкина и сегодня она делится своими секретами, как быть красивой женщиной в современном мире. Здравствуйте, дорогие женщины! Сегодня всё для вас. Редактор субтитров А.Семкин Я приветствую тех женщин, которые оставили все свои дела и посвятили время себе, потому что нет ничего лучше, чем своё образование, нет ничего лучше, что чему-то научиться, чтобы стать лучше, чтобы стать красивее, чтобы быть счастливее и успешнее женщине. Поэтому я... Почему вообще, откуда возникла эта идея? Посмотрите, в мире 3,7 миллиарда женщин из 7,3 миллиона людей. То есть мы больше половины сейчас человечества. И посмотрите на эту карту, которая показывает, в каких странах мира женщин больше, чем мужчин. Вы увидите, что вся Северная Америка женщин больше, чем мужчин. Что вся Латинская Америка за небольшим исключением женщин больше, чем мужчин. Посмотрите, вся Россия, посмотрите, даже Африка, Австралия, все развитые страны женщин больше, чем мужчин. И нам нужно быть, конечно, умнее, нам нужно, конечно, пользоваться тем, что нас больше. Я даже недавно была на одном событии, где приходили кандидаты, которые сейчас будут избираться в Канаде в правительство. И я сказала женщинам, давайте создадим женский клуб, и давайте будем выдвигать своих кандидатов женщин. Почему женщины не управляют странами? Почему мужчины всегда? Потому что женщины гораздо более образованные. Если вы видите по данным, в Канаде, например, 54% женщин, из них работающих 47%. И только благодаря тому, что женщина стала работать full-time в Канаде, сейчас они могут покупать такие дома и жить так благополучно. То есть благополучие семей в Канаде увеличилось только за счет того, что женщина стала работать полный рабочий день, не за счет мужчины. Высшее образование в Канаде 28% женщин и 25% мужчин. Я уже не говорю о просто колледже образовании. В США 70% женщин имеет высшее образование, и только 30% мужчин. То есть при всем при этом, вы не можете не заметить, что женщина по-прежнему делает больше работы, домашней, походу за детьми. То есть она гораздо больше тратит своего потенциала, энергии, чем мужчина. Хотя мы, конечно, тоже любим мужчин, безусловно. Поэтому цель моего семинара сегодня, давайте откроем следующий слайд, рассказать вам о красоте женщины. Я планирую сделать три мастер-класса как минимум. Первый мастер-класс будет посвящен красоте и здоровью женщины. Второй мастер-класс будет посвящен счастью женщины. И третий – успеху женщины. Почему я вообще хочу это сделать? Мне кажется, что я хочу взять женщину и сделать ее от начала до конца. Сори, что я говорю такие большие критерии – взять женщину и ее сделать. Но просто как много женщин, которые не умеют и не знают это. Я сама из семьи инженеров. Мои родители были инженеры. Я родилась в Таджикистане, в бывшем Советском Союзе. И у меня достаточно было трудное детство. И трудный отец, несмотря на то, что был очень образованный, такой блестящий человек, рано пристрастился к спиртному. И мама с двумя детьми начала остаться одна, расстаться с ним, чтобы не видеть все, что происходило. Растила нас с сестрой одна, работала очень много, бабушка работала очень много. И как-то мне не было вот такой семейной поддержки никогда в семье. Я, по сравнению с моими подругами, всегда была пятнее, хуже одевалась. Мне не дали возможность учиться так, как бы я хотела учиться. То есть семья мне не дала той поддержки, о которой бы я мечтала, как девочка, чтобы у меня был хороший старт в жизни. Я карабкалась и делала все это сама. И я всегда мечтала, всегда была мечта о красивой большой жизни. Даже в той трехкомнатной квартире, которая у нас была, там хрущевского типа квартира, я взяла самую большую стену, обклеила ее обоями большого красивого особняка с зимним садом. И я говорила, один день я буду там жить. И вот с трехлетнего возраста это была мечта большой красивой жизни, свободной. И поэтому, когда предоставилась возможность, конечно, я уехала в Канаду. И сама так вот шаг за шагом, без семейной поддержки, без какой-то поддержки денежной я строила себя. Вот, поэтому давайте начнем. Наш первый топик – это красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова